Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня я пришла в лакшери-хаус Абонетермы. Это магазин, которым владеют две мои хорошие русские знакомые. И я очень признательна Елене. Сегодня была именно она в магазине. Сегодня именно она показала мне ассортимент и дала возможность примерить все, что я захочу. И на самом деле я получила огромное удовольствие от примерки. Она прошла очень интересно и расслабленно. И поскольку я только начинаю делать подобный формат, я думаю, что очень многие почувствуют разницу именно в том, как я выглядела, как я себя чувствовала, примеряя вещи именно в лакшери-хаус Абонетермы по сравнению с тем, как я выглядела и как я себя ощущала, когда я примеряла шубы. Ну что ж, я была одета сегодня специально таким образом, чтобы база была нейтральная, чтобы начать примерять, допустим, сверхние одежды. Но мне приглянулся этот кардиган. Сразу могу сказать, что мои знакомые хорошие будут читать все комментарии. И если вы заинтересованы в приобретении каких-то вещей, спрашивайте меня напрямую. Но вам отвечу, скорее всего, не я, а непосредственно Елена. Либо Лариса. И они ответят вам на вопросы, что за марка, которую я примеряю, я не все успела запомнить. Ну и по поводу цен тоже, конечно же, сориентируют. Ну что ж, начинаю примерку с двух кардиганов. Базовые, простые. Могу сказать, что мне понравилась вот такая компоновка на каждый день. Достаточно свободная, но при этом женственная. И не очень на мозге, а не очень элегантная. Я вообще очень люблю платье. Но в то же время все-таки избегаю силуэт узкий, так называемый тубину. То есть платье-платье прям такие, как юбка-карандаш, чтобы тебя обтягивало. Потому что для повседневности, тем более для осенних луков, как я часто говорю, очень хочется некого уюта в образе. И следующий вариант – это укороченный пуховик. Я всегда говорила, что мне кажется, мне идут укороченные вещи. Укороченные кожаные куртки, укороченные свитера. И вот, пожалуйста, укороченный пуховик. Мне очень понравился. Я в последнее время беру на примерку умышленно какой-нибудь хороший 44-й размер, а то и 46-й. Мое, кстати, красное пальто, которое многим нравится, если я не ошибаюсь, 46-го размера. И все прекрасно, мне кажется, для мамы троих детей, которая постоянно занята в бегах и в делах. Мне кажется, очень красиво. Этот образ замкнутый, потому что на мне темная обувь, на мне темный свитер. Кстати, такой прием – носить тонкий свитер под платье на бретельках. Я рекомендую всем. Сама часто так поступаю. Не знаю, мне очень нравится. Вот этот лук – это 100% мое. Если я не ошибаюсь, я даже себя сфотографировала на обложку этого видео, но я не знала, что дальше я найду еще большее количество красивых вещей. Но, повторюсь, если вам нравится, как я одеваюсь, вот это 100% мое. Вот так мне комфортно, вот так мне нравится. И, конечно же, здесь важно, что пуховик в моем случае укороченный. И важно то, что вещичка мне, что называется, большевата. Я люблю, когда слегка, как будто бы на распах, как будто бы скатывается с плеч. Ну и, конечно же, рукавчики приподнять, и все будет очень-очень здорово. В моих руках сумка Балентайн. Я спокойно отношусь к этому бренду, но это явилось для меня каким-то стильным открытием этого сезона. Я купила себе пиджак этой фирмы, и вот сумка узнаваемая. Эти сумки я люблю как раз-таки из-за их яркий цвет, из-за формы. Такая форма мне очень нравится. Вот, пожалуйста, сумка Балентайн. Беру сумку в руки, понимаю, что это еще больше мое, чем было без сумки. Я очень люблю такие образы. И, кстати, посмотрите, пуховик слегка спадает с одного плеча. Я так и ношу. Если вот мне, что называется, довелось выйти на улицу, вот так мне очень нравится. Вы сейчас увидите, я переобулась. И по счастливому стечению обстоятельств я могу вам продемонстрировать то, о чем часто рассказываю, но не всегда мне удается показать. На мне темно-зеленого цвета обувь, ботинки. Посмотрите, как красиво, насколько они узкие в щиколотке. Я считаю, что грубые ботинки должны быть узкими в щиколотке, чтобы хотя бы в грубых ботинках мы выглядели женственно и красиво. И на мне темно-зеленого цвета колготки, которые полностью совпадают по цвету с ботинками. Сверху я надеваю также свитер. На мой взгляд, очень красивый повседневный образ. Сейчас Елена предложит мне надеть ремень, и образ станет, на мой взгляд, еще более красивым. Вообще, я получила огромное удовольствие от примерки. Вы можете видеть, что мы разговариваем. Мы хорошо провели час с небольшим времени. Я искренне признательна за гостеприимство. В следующий раз я обязательно примерю вот подобные юбки. Думала примерить их сейчас, но решили мы оставить на еще одно видео одежду, которая, наверное, выйдет в подборке образы для новогоднего корпоратива, предновогодние образы. Будет очень много интересных платьев и также компоновок с юбками, вот подобными из стиля. Надеваю ремень, приподнимаю слегка рукав, чтобы образ продолжал быть замкнутым. Хотя, если я не ошибаюсь, я сейчас все-таки в зеленых ботинках, да, в зеленых. Но я люблю очень этот прием. Свитер тонкий, и на него свитер чуть плотнее и чуть объемнее. Во-первых, это очень тепло, это очень удобно. А во-вторых, можно, опять же, поиграть разницей в длине, в данном случае разницей в длине рукавов, и можно создать, опять же, контрастность некую, как было в моем случае. Надеваю сверху также пуховик. Вот на самом деле, к этому образу подойдет пуховик любой длины, и будет очень-очень красиво. Посмотрите, как выигрышно смотрятся светлые образы. И светлые образы можно создать при помощи пуховика, не обязательно это должно быть пальто или шуба. Пуховик жемчужиного цвета, на мой взгляд, это лучший цвет для пуховика, учитывая также тот простой факт, что пуховики сейчас легко стираются, за ними легко ухаживать, и даже светлый пуховик это достаточно практичная вещь. Мне все нравится. Вот я люблю так одеваться. На самом деле, сегодня я почувствовала себя в своей стилистической тарелке. Повторюсь, до этого я снимала в другом магазине, мне тоже предложили надеть то, что, в общем-то, предложили надеть. Это было несколько не мое, и мне кажется, чувствуется. А вот это полностью моя стилистика. Вы спросите меня, Яна, почему ты так не одеваешься? Ну, я так не одеваюсь, потому что, а не знаю, может быть, вы мне сейчас напишите, Яна, так и не стоит одеваться. Мои зрители бывают, на самом деле, непредсказуемы в суждениях. А Елена предлагает мне надеть кепи. Я очень люблю кепи. А в данном случае это еще и стопроцентный кашемир и подобные качественные кепи найти действительно сложно. Ну, красота, да и только. Плюс еще красивый зеленый оливковый цвет. Я его очень люблю. И он достаточно редок. Я редко встречаю его в одежде, допустим, в верхней одежде. Редко почему-то его используют. И этот цвет прекрасно смотрится с загаром. Уж тем более, еще реже этот цвет встречается, допустим, в каких-то летних коллекциях. Но мне все очень нравится. Сейчас я мерю серого цвета кепи. Посмотрите, какой классный образ получается. Слегка, да, приспускаю с одного плеча пуховик, который мне велик. Я не помню, какой размер я померила, но совершенно точно не мой. Елена и Лариса всегда меня предупреждают, Яна, тебе это будет велико. А я говорю всегда, нет, мне нужно что-то большое. Это брошь Максмара. Я обожаю броши. Броши Максмара всегда красивые. Вообще, я за аксессуары, хотя редко их ношу. Не могла не примерить искусственную шубу. Посмотрите, какой длинный рукав. Это 44 размер. Рукав длинный. Рукав бы я совершенно точно оставила, чтобы как раз-таки руки, что называется, не мерзли, когда на улице прохладно. Вот для меня это оверсайз. Оверсайз созданный, прежде всего, за счет того, что взято на пару размеров больше. На мой взгляд, очень красиво. И я все-таки буду утверждать и спорить с некоторыми своими зрителями, которые говорят, что оверсайз – это специальный крой. Да, в некоторых случаях это специальный крой. Но и в некоторых случаях оверсайзность можно достичь при помощи того, что мы возьмем на какие-нибудь хорошие 3-4 размера одежду больше. Оверсайз нужно уметь носить, к нему нужно привыкнуть. Я долгое время себя не чувствовала в оверсайзе. Мне казалось, что я толстая. Но для того, чтобы носить оверсайз, необходимо что-то оставлять очень тонким. Щиколотки, запястье. Возможно, обозначать линию талии. Не всегда это должна быть талия там, где у нас, допустим, самое узкое место. Возможно, на бедрах обозначить, но это уже не будет линия талии. То есть должен быть некий переход одежды. Вот, например, вот такая полоса может очень хорошей границей служить для того, чтобы оверсайз смотрелся гармонично. Заходит клиент в бутик, я перемещаюсь, я надеваю маску и потом ее снимаю, перемещаюсь в примерочную, продолжаю себя снимать. Вот, на самом деле, сегодня 100% мои образы. Настолько мне все нравится. И обувь мне нравится. Но я тоже говорила, у меня высокий подъем, и очень часто жакейские сапоги, все вариации на тему обуви на шнуровке мне не подходят. Я, можно сказать, вынуждена в балетках ходить круглый год, и также это связано еще с тем, что я более комфортно себя ощущаю за рулем машины, когда я нахожусь в обуви с тонкой подошвой. Очень красиво, свитер с косами, опять светлый образ, при этом темно-зеленого цвета колготки, темно-зеленая есть полоса на свитере, темно-зеленого цвета обувь. Сегодня я встретила идеальную бейсболку. Это бейсболка Макс Мара, я таких бейсболок не встречала ни на сайте, ни в магазине, возможно, просто не обращала внимания. Потрясающе лаконично, если я не ошибаюсь, это все-таки камелла, то есть это верблюд, потрясающий цвет, потрясающе простая форма. Переобуваюсь и надеваю пуховик, который слегка мне большеват, но он затягивается на кулиске, а можно, кстати, очень красиво, на мой взгляд, ремень, достаточно широкий, ширина палец указательный повязать сюда. И я очень люблю пуховики, которые имеют вот такую отделку текстильную, то есть не плащевка, не пуховик-плащевка, а именно ткань, возможно, даже шерстяная ткань, смотрится потрясающе. Этот пуховик имеет две фактуры, два вида ткани, очень красиво смотрятся, кроссовки, носки Макс Мара, и, кстати, у них очень необычная подошва, очень удобная, слегка приподнята. Это вот, кстати, кулиска, при помощи которой можно затянуть и сузиться. А это брючный костюм. Мерю с той обувью, которая на мне была, возможно, сюда можно было бы подобрать другую обувь, но просто из ассортимента, который был представлен в магазине, не все мои размеры были. Брючный костюм, что может быть лучше? Но это, конечно же, современный брючный костюм. Посмотрите, брюки заужаются, брюки на кулиске, у брюк достаточно высокая посадка. Потрясающе. Мне очень нравится. Я себе очень нравлюсь вот в таком комплекте. Опять же, для повседневных луков, что может быть лучше? Удобная обувь и при этом брючный костюм. Вообще, брючный костюм сейчас, это, на мой взгляд, мастхэв для каждой модницы. Если вы не задумывались, примерьте сейчас брючные костюмы. Могут быть с брюками а-ля джоггинг, либо просто брюки на кулиске. Убираю волосы. И сейчас я надела ободок по настоянию Елены. Ей тоже нравится, когда у меня волосы убраны от лица. Красиво. Ободок Фабиано Филиппи. И сейчас на мне колье тоже Фабиано Филиппи. Они, конечно же, потрясающие вещи делают. И я надеюсь, что я правильно назвала бренд, что я не ошиблась, что память меня, моя блогерская, не подвела. Повторюсь, для меня это новый формат. Возможно, в следующий раз мне придется записывать марки одежды, возможно, указывать цены. Я пока только-только учусь снимать в таком формате. Елена предложила мне померить юбку из тюля с этим пиджаком. На мой взгляд, красиво. И попросила, кстати, приподнять рукава на пиджаке. Я с ней полностью согласна. На мой взгляд, рукава на пиджаке приподнимать это всегда красиво. На мой взгляд, обувь на шнуровке здесь тоже смотрелась бы хорошо. Единственное, она не подходила по цвету, поэтому я переобуваюсь в свои ботфорты. и, ваше ботфорты. по просьбе елены примеряю следующий костюм без комментариев мне очень понравилось подобные вещи часто когда висят на вешалке ты пройдешь мимо если у тебя глаз не наметан и вот только по настоянию елены я мирю этот пиджак с удивительно странными рукавами которые потрясающе смотрится потрясающе смотрится вот так приподняты кстати внутрь подошла бы любая базовая блуза возможно даже та черная тот черный пулловер который был на мне тонкий возможно белый бы сюда подошел бежевый также цвет кем он сюда бы очень хорошо подошел если говорить о более прохладном сезоне чтобы носить этот пиджак елена предлагает мне померить одну сережку действительно очень красиво я себя вижу подобных сережках и допустим черной водолазки но я многих вижу подобных сережках в черных водолазках не только себя и да мне все нравится посмотрите красиво сочетается одна сережка с поясом с фурнитурой на самом деле вот этот образ для меня наверное самые не характерные но в данной примерке для меня самый любимый потому что оказалось неожиданно красиво вот мы как раз таки обсуждаем что ну очень очень здорово брюки тоже потрясающе сели спасибо елене за ее обувь и да сюда бы наверное что то более спортивное и не подошло и в спущенном варианте тоже мне понравился этот пиджак я не помню мерила ли я свой размер либо как мне нравится на размерчик побольше но в любом случае я считаю что села все просто идеально меряю также другую бижутерию очень люблю очень люблю бусы галстук мне нравится нравились всегда знаете с какого момента мне нравились момента фильма блондинка в законе вот первая часть как-то вышла там на суде присутствовала мачеха блондинки в законе и у нее был брючный костюм я до сих пор помню и вот подобные украшения более того подобные украшения я умудрилась найти фурли и до сих пор помню что она у меня было кстати без пояса с леггинсами тоже я вижу этот пиджак а это если я не ошибаюсь эрика кавалини ну что ж впереди меня я надеюсь ждет еще одна не менее захватывающая интересная примерка я еще раз выражаю благодарность или не ларисе и их магазину лакшери хаус я сегодня действительно получила удовольствие и вдохновение надеюсь и вы тоже по всем вопросам пишите в комментариях комментарии мы мониторим это была я на скворцова всем пока пока